Благоустройство города, реконструкция дорог, вакцинация, развитие спорта и год талантов. В стенах многопрофильного колледжа обсудили текущие вопросы и проблемы. В Новом Уренгое в ходе круглого стола представители власти и общественники обсудили главные темы, которые обозначил губернатор Ямала в своем ежегодном докладе. На чем конкретно они заострили свое внимание, расскажет Алена Ядни. Я поставил цель – расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. В конце этого года мы должны выйти на цифры в 330 тысяч квадратных метров. То есть поставленная задача будет выполнена уже на треть. Как можно быстрее расселить ямальцев из аварийных домов. Одна из первостепенных задач, которую обозначил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем ежегодном докладе. Решить эту проблему в администрации Нового Уренгоя планируют за три года. Это касается отдаленных районов. В этом месяце в Карачаево 144 семьи улучшат свои жилищные условия. К концу года еще 150 семей переедут в новые квартиры. Со старыми деревянными домами разговор будет короткий. Их ликвидируют. Их нужно сносить, их нужно сносить по правилам. Это тоже проблемно, это тоже нужны деньги. Сейчас это требует еще и проектирования. Но горизонт, уже самое главное, хочу сказать, что он есть. Есть также и по Новому Уренгою. Старые дома сменяются новыми. Купить квартиру в такой новостройке для большинства горожан – задача не из простых. В среднем двухкомнатная квартира стоит 6 миллионов рублей. Успехом у молодоженов пользуется программа «Молодая семья». Они получают субсидии от государства в размере 40% от рыночной стоимости. Но покупая жилье, горожане сталкиваются с еще одной проблемой – недобросовестные застройщики. Определить, кто из них сомнителен, не всегда удается. Такие дома стоят в районе детского сада «Лада» и на железнодорожной. По вручению Дмитрия Андреевича сейчас ведется чуть ли не пятерной контроль. И органы муниципалитета проверяют, и заказчик самый, и устроен надзор. Но все равно попадаются такие товарищи, которые нам не товарищи. В стенах многопрофильного колледжа собралось почти полсотни человек. Обсудить послание губернатора изъявили желания представители власти и общественники. Это тот самый формат, который заставляет нас всех думать. И он дает возможность не только посмотреть, понаблюдать, что сделано, но и проанализировать, что сделано в каждом муниципалитете. Не обошлись стороной и тему вакцинации. Главный врач городской больницы Кирилл Трапезников рекомендует прививаться от коронавирусной инфекции. С начала года в Новом Уренгое умерло 15 человек. Сейчас болеть стали реже, но тяжелее. Поэтому вакцинироваться необходимо уверены медики. На следующей неделе в город прибудет 14 тысяч доз вакцины. Очень хочется верить. Я сам испытуемый, можно сказать. В декабре месяце получил первый компонент, и в последующем, в январе месяце, второй компонент. Я себя чувствую нормально, кроме того, что волос у меня, в принципе, и не было до этого. Рост не вырос, все, в принципе, пока замечательно. Темы общественного диалога обширны. Говорили о вкладе волонтеров в работе молодежных и спортивных организаций, а также о планах нового директора Дворца культуры «Октябрь». Есть однозначная стагнация в культуре «Октября» непосредственно. Есть некое однообразие. Они встали давным-давно на некие рельсы и идут по прямому пути. Моя задача сейчас немножко расшатать этот трамвай, чтобы он обратился в автобус и мог двигаться и влево, вправо, вперед. Самые резонансные темы – дороги и парковочные места. Сегодня в планах благоустройства два десятка проектов. Особенно планируется уделить большое внимание водоотводам. Изменение и создание современного, по-настоящему комфортного города Нового Рингоя – это дело не одного дня. Это дело командной работы. Критика, звучащая к соцсетей, она правомерна. Она имеет место на жизнь. Сейчас мы реагируем на эту критику в ручном режиме. Но нужно превратить это всё постепенно, улицу за улицей, двор за двором, систематизировать и превратить это в нормальные дороги, проезды. Установка инженерных сооружений, которые обеспечат сбор сточных вод, в большей части решит межсезонную проблему. Ведь изначально посёлок, который потом разросся в город, был предназначен для вахтовых рабочих. Они обслуживали газовые месторождения. Тогда никто и не предполагал, как будет строиться город. И как таковых, канализационных линий не было предусмотрено. Сегодня намечена существенная работа по модернизации города.